Искусство в защиту животных. Запорожские художники пустили свои картины с молотка. Совместно с общественниками собирают деньги на операции и медикаменты для бездомных собак и кошек. Мария Соболевская тоже побывала на благотворительном аукционе и уверяет, щедрости запорожцам не занимать. Более 30 бездомных собак в месяц спасают из-под колес автомобилей запорожские волонтеры. На их лечение тратят десятки тысяч гривен. Деньги на операции и медикаменты собирают всевозможными способами. Еще один позаимствовали у европейских общественников и провели первый благотворительный аукцион. Эти средства пойдут только на лечение, на оплату ветеринарных услуг, на дорогостоящие операции с битым, травмированным животным. Это дорогостоящие операции от тысячи до двух тысяч гривен. Только операции тому животному. Требуются дорогостоящие медикаменты, чтобы поднять это животное. Запорожского художника Аркадия Будяка на аукцион заставили прийти личные переживания. Недавно потерял любимого пса-пирата, но он продолжает жить в картинах мастера. И три работы автора дал на благотворительность. Надеется, его полотна помогут спасти пострадавших животных и заставить людей посмотреть на проблему бездомных собак и кошек другими глазами. Собачки, кошки делают, я думаю, так, что когда увидишь их, меня хочется улыбаться, а не грустить. Но когда видишь много собак бездомных, тогда это совсем по-другому смотрится. Выделяется какая-то грусть, потом уже передается, ну вот бы на холстах. Картины и работы для аукциона общественники собирали год. Часть получали в подарок, что-то делали сами. И хоть желающих помочь больным бездомным животным оказалось всего 10 человек, организаторы с легкостью продали 17 лотов и заработали почти 6 тысяч гривен. Элеонора Анатольевна на аукционе стала счастливой обладательницей сразу двух лотов. У нас в семье постоянно жили животные. Вообще с детства как-то у нас в семье было принято всегда помогать животным, не обижать. Общественники уже планируют новый аукцион. Хотят выйти на городской уровень и привлечь к проблеме бездомных животных максимальное количество людей. Те работы и картины, которые так и не найдут своих хозяев, выставят на продажу в интернете. Те работы и картины, которые так и не найдут своих хозяев, выставят на продажу в интернете.